Работа по патенту Федеральная миграционная служба усиливает контроль за гастарбайтерами. Незаконных трудяк найдут даже за высоким забором. Ударили колесами по грязи под крики пилотов и рык движков. Соревнования по джип-триалу увязли в бездорожье и окатили участников и зрителей экстремальных заездов. Невидимое восьмое чудо света привезли в Самару микроминиатюры Эдуарда Казаряна. Смотреть только в микроскоп или в нашем выпуске. В Самарской области стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают больницы, поликлиники, детские сады и школы. Параллельно подключают жилые дома. В целом коммунальные сети к отопительному сезону готовы. Об этом сообщают в региональном министерстве ЖКХ. О возникающих сбоях и неполадках просят сообщать по телефонам горячей линии. Они начнут работать в следующий понедельник. Мы ждем звонки жителей, они будут на обратной связи. Естественно, до выяснения, устранения ошибки, мы эту связь не теряем. Обычно, по практике скажу, это бывает примерно 300-400 звонков. Я надеюсь, что в этом году будет меньше. Долги за коммуналку еще один вопрос, требующий системного решения. Сумма задолженности перед энергетиками по Самаре составляет 160 миллионов рублей. Это на 60% больше, чем в прошлом году. В числе злостных неплательщиков 8 управляющих компаний, дома, закрепленные за ними, отключать от теплоснабжения не станут. Но с компаниями-должниками разберутся по закону. Борьба с теми людьми, которые коммерчески управляют жилищным фондом, собирают деньги, не отдают, потом банкротят предприятие, должна вестись очень жестко. Будут проверки и будут у этих проверок результаты. И если такие мысли и эти действия были осуществлять, это будет выявлено. Нанимать на работу иностранцев без документов станет себе дороже. Рабочие за заборами частных коттеджей отныне под пристальным вниманием миграционной службы. Оформление патентов для мигрантов пока еще в новинку и для самих гастарбайтеров, и для их работодателей. И это при том, что в законе этот пункт появился два года назад. О порядке выдачи разрешений и о том, что грозит за их отсутствие, расскажет Нина Ванина. Копать приусадебные участки и выкладывать плиткой дорожки в саду иностранцам в России можно только при наличии патента. Обязательство не касается юридических лиц. Там разрешение на работу выглядит иначе. А штрафы за нарушение гораздо выше. По-другому обстоит дело и с въезжающими в Россию по визе. К ним требования строже. Мигранты из ближнего зарубежья для работы начастников оформляют патент. Стоит он тысячу рублей в месяц. Тот объем информации, который поступает, он отрабатывается. И если информация будет о том, что на вашем участке работает нелегальный мигрант, если он поступит, соответственно, проверка будет проведена и будет привлечен к ответственности как иностранных гражданин, так и собственник, то лицо, которое привлекло его к трудовой деятельности. Штрафы за неоформленное разрешение невысоки. И работнику, и работодателю в случае нарушения придется заплатить до 5000 рублей. Услуга пользуется спросом в основном у граждан Узбекистана и Таджикистана. Однако большинство приезжих трудяк предпочитают работать на владельцев фирм. Хотя процесс оформления прост, а пакет документов минимален. Заявление, миграционная карта и паспорт. А патент оформить проще? Не заниматься, попробуем в следующий год. Подобные меры за два года позволили легализовать пребывание в Самарской области 44 тысяч мигрантов. Патенты принесли в госказну 200 тысяч рублей. Нина Ванина, Александр Каракулько, Новости губернии. В Самаре увеличился уровень уличной преступности. Об этом сообщили на коллегии в городском УВД, где подвели итоги за 9 месяцев. Количество правонарушений в общественных местах выросло на 2000 случаев, а на улицах на 3000 ситуацию прокомментировал замначальника областного главка Николай Турбовец. Он отметил, что для эффективной борьбы с уличной преступностью необходимо усиливать патрулирование наиболее криминогенных территорий. В столице региона это промышленный район. Для населения это, конечно, очень серьезная проблема уличная преступность. Механизмы какие? Увеличение плотности нарядов. Второй момент это усиление, конечно, оперативно-рыскной деятельности. Самая главная профилактика это вор, который должен сидеть в тюрьме, и грабитель, который должен сидеть в тюрьме. С 1 января 2013 года горздравы ликвидируют, а все медучреждения перейдут в ведение регионального министерства. Таким образом предполагается повысить качество медобслуживания. Впрочем, наследство муниципалитетов по большей части проблемное. Депутаты профильного комитета губернской думы проверили, как в больницах Тольятти проходит модернизация. В одной деньги до сих пор освоены лишь наполовину, в другой возникла критическая ситуация с нехваткой персонала. В первой детской больнице Тольятти впервые появился компьютерный томограф. Здесь обновили оборудование, отремонтировали два отделения. Еще четыре планируют сдать до нового года. По программе модернизации только в 2012-м получили свыше 37 миллионов рублей. Пока освоена лишь половина этих средств. До конца года эти деньги будут освоены. В целом, слушая глав врача и врачей в целом, подчеркнуто одно, что у нас сегодня модернизация здравоохранения, наша программа работает эффективно. А вот в третьей поликлинике ремонт явно затянулся. Врачи надеялись, неудобства временные, но уже вышли все сроки. Как решать нам с тем, чтобы конкурсом не допускать непорядочных подрядчиков? Хотя, конечно, этот вопрос такой непраздный. Он сегодня под одной вывеской, завтра к этому названию плюс добавил, зарегистрировался, все тот же работает. Попасть на прием к педиатру тут тоже целая история. Специалистов в отделении не хватает. Врачи берут по два участка. В результате в коридорах очереди из мам и малышей. Очереди, это талонная система, это некая неурегулированность и большая нагрузка на врачей. Важно понимать, какая связь и проблема на местах, чтобы министерства понимали, как ее решать. Со следующего года, согласно изменениям в федеральном законодательстве, все медучреждения переходят в ведение области, а город здравы расформируют. Изменится вообще вся структура оказания медицинской помощи. И она будет нацелена на скорость, своевременность и точность диагностирования. Все виды технической помощи, я имею в виду и реамобилии, и спутниковую связь, и информационные взаимоотношения, коммуникативные все связи, которые обновляются на сегодня, все это будет говорить о том, что помощь должна прийти немедленно. По итогам выездного совещания, профильный комитет совместно с областным Минздравом выработает механизмы, чтобы разобраться с проблемным наследством муниципалитетов. Татьяна Потоцкая, Борис Кислицын, Новости губернии, Тольятти. Ликбез для парламентариев. Президентов, спикеров и актив самоуправления поднатаскают в юридическом аспекте. В Самаре началась работа по ликвидации правовой безграмотности. Правда, пока только среди самарских школьников. В качестве эксперта Ирина Кочуева, председатель секции по правам человека общественного совета при Самарской губдуме, председатель правления региональной общественной организации правовой помощи и просвещения гражданской позиции. О правилах игры на разные случаи жизни в нашем сюжете. Важный момент понимать, что не страшен уголовный кодекс, не страшна конституция. Надо понимать, как с ними жить. Потому что это те правила игры, по которым мы с вами играем. Президенты и спикеры ученических парламентов – это актив школы. В своей юридической грамотности до начала семинара уверены. Правда, сложности появляются уже во время первого вопроса. Полная дееспособность окончается. С какого? Семинарность. В 20 минут. Мнения расходятся. Правила юридической игры уже не кажутся такими простыми. Если человек не будет знать свои права, то он попадет в какую-нибудь ситуацию и не сможет выйти из него. А если человек будет знать свои права, то он сможет защитить тебя в любой ситуации. Пускать ли полицейского в дом? Имеют ли право досматривать сумку на входе в клуб? Бытовые вопросы с юридической подоплекой. Школьники, большинство из которых в будущем планируют стать юристами, о таком прочтении закона и не подозревали. Каждый ребенок обязательно должен знать, на что он может рассчитывать в этой жизни, а за какие поступки может понести наказание. Подобные семинары планируют сделать регулярными. Татьяна Дрожевкина, Ирина Трофимова и Олег Айдаров. Новости Кубернии. В Самарской области может появиться единый оператор, который достроит дома обмантых дольщиков. С такой инициативой выступает региональный Минстрой. Предполагается создание общего оператора либо пулу строительных компаний, которые взялись бы возвести проблемные объекты. В регионе таких насчитывается 75. Это более 1 миллиона квадратных метров. Дольщиков на этих объектах около 9 тысяч человек. Флаг Международной Олимпиады IT-планета подняли в Жигулевской долине. Принимать всероссийский этап конкурса в этом году удостоилась Самарская область. Это значит, что уже в марте сюда приедут самые способные студенты со всех уголков страны. В этом году соревноваться будут не только в программировании. Впервые пройдет и конкурс IT-стартапов. Марина Низамова продолжит. От небольшого конкурса в программировании до крупной Международной Олимпиады IT-планета выросла всего за несколько лет. В прошлом году участие в ней приняли 10 тысяч студентов. Сейчас идет подача заявок от вузов. Но уже понятно, популярность только растет. Со всех регионов очень сильные идут конкурсанты. Мы чувствуем, что соперники на самом деле очень достойные. Но это как раз мотивирует, чтобы мы занимались, дальше развивались. Поэтому участие очень важно. Мы видим своих конкурентов, мы знаем, к чему стремиться. Главное преимущество Олимпиады – студентам приходится сталкиваться с реалиями профессии. Задание разрабатывает не преподавателя, а работодателя. Конкурс помогает не только оценить свои силы, но и трудоустроиться в ведущей компании в сфере информационных технологий. Спрос на IT-специалистов примерно в три раза больше, чем предложение есть на рынке. У нас несколько сотен IT-специалистов выпускается ежегодно. А по нашим оценкам нам нужно порядка двух-двух с половиной тысяч, только чтобы удовлетворить потребности Самарской области. В этом году впервые по инициативе областного правительства в рамках Олимпиады проведут и конкурс инновационных проектов. Победителей поддержат региональные и федеральные фонды. Бизнес-проекты оценят ведущие эксперты. Официальный старт Олимпиаде ДАН в Жигулевской долине подняли флаг IT-планеты. Через полгода сюда на всероссийский этап приедут победители со всех регионов страны. В это время в IT-парке появится около 50 резидентов. И по замыслу организаторов студенты будут не только меряться знаниями в области информационных технологий, но и перенимать опыт у представителей регионального IT-бизнеса. Марина Низамова, Владимир Терентьев, Новости губернии, Тольятти. Эти водители не ищут ровных дорог, им по душе грязь и болото. Соревнования по джип-триалу собрали неожиданно большое количество участников. Более 100 человек свыше 60 экипажей. Самые опасные моменты экстремальных гонок пытался запечатлеть в Италии Рылеев. Жители Чапаевск около часа разглядывали необычных автурбителей и их раздаристованные машины. Построение на главной городской и чистой площади, прежде чем ударить колесами в грязь. Это уже традиция соревнований. После торжественного открытия последние приготовления пилоты и штурманы проверяют технику. Это одно из лучших соревнований, которые проводятся в области у нас. Мы, конечно, готовы, рады участвовать в нем, принимать участвовать, занимать места. В этот раз желающих погонять экипажей намного больше, чем контрольных точек. Соревнованиям по джип-трофе интерес постоянный. Все больше появляется семейных экипажей. Жены обязательно болеют за мужей. Мы желаем все и дома готовить, и муж дома ждать, и приголубить, и поучаствовать. Специально для зрителей несколько точек выставили недалеко от базового лагеря. Шум, крики пилотов и штурманов, рык движков, влетающие на много метров из-под колес грязь. Не знаешь, где лучше встать, чтобы занять удобную для съемок точку. Кто слева, кто справа, только и успеваешь отскакивать в сторону от машин участников. Как мы видим здесь, на этих зрительских точках, несколько машин взяли эту точку прямо с разлета. Залетели, въехали и выехали. А вот этому экипажу и явно не повезло. Зрители с интересом наблюдали за борьбой, кто как и через сколько выберется из озера. У большинства экипажей, особенно тех, кто участвует не впервые, это получалось с видимой легкостью, быстро и четко. На каких только машинах не лезли в болото, чтобы сфотографироваться возле этих табличек. Сутки длились соревнования. Конечно, не все прошли марафон. На утро экипажам пришлось реально погонять на скорость, преодолевая накатанные валуны, горки и трамплины. Тем самым участники ставили последнюю точку в определении победителей. Виталий Рылеев, Дмитрий Столяров. Новости губернии. Чапаевск. Из Самары в Пензу отправится туристический поезд. Так продолжается региональный проект «Пять пятниц». Напомним, что первым делом из столицы региона уехал полный состав осматривать достопримечательности Москвы. В этот раз тур выходного дня приурочен ко дню рождения Михаила Лермонтова. Поэт родился 15 октября 1814 года. Его детство прошло в усадьбе Тарханы, ныне село Лермонтово, Пензенской области. Также туристы из Самары побывают в единственном в России музее одной картины и селе Наровчат. В родине писателя Александра Куприна. В областной столице открыли восьмое чудо света. Это выставка микроминиатюр армянского мастера, которого на родине давно прозвали Левшой 21 века. Произведение можно разглядеть только при помощи микроскопа или сильного увеличительного стекла. На весь мир Эдуард Казарян прославился после того, как несколько его работ попали в Книгу рекордов Гиннесса, как самые маленькие творения человека. Выглядывалось в мир миниатюр. Татьяна Пудва. Кажется, что здесь ведутся исследования. Выставка микроминиатюр напоминает научную лабораторию. Разглядеть экспонаты Эдуарда Казаряна можно только в микроскоп или сильное увеличительное стекло. Для работ мастер использовал пылинки драгоценных металлов и камней, зерна злаков, человеческий и конский волос, рыбья чешую и бивни мамонта. Выполнение одного шедевра занимало до девяти месяцев. Тульскому левше пришлось бы ходить у Эдуарда Казаряна в подмастерях. Если у литературного героя блоха танцевала, то у армянского мастера они играют в футбол. Эта работа осталась в мастерской автора. Сюда же привезли не менее ценные экспонаты. Например, точную копию скрипки Страдивари, высота которой полтора миллиметра. Автор, кроме всего, профессиональный музыкант, поэтому эта скрипка – одна из первых его миниатюр. За свои 89 лет творец сделал очень много. На 90-м году всемирно известный мастер ушел с жизни. Теперь коллекцию представляет его внук. Занимался микроминиатюрой с пяти лет. Пять лет он сделал деревянные часы размером со спичечный коробок, который ходил. Первая выставка была в детском саду. Стабильно выставляется с 1947 года по приказу Сталина. Естественно, инструменты он делает сам для себя, потому что нету таких инструментов нигде. Теперь, как и дед, Ваган делает инструменты сам. Изготовление, говорит, порой занимает даже больше времени, чем сам шедевр. Я много слышала про этого мастера и даже видела буклет с его работами. Это мне привозило приятница. Ну вот вообще, конечно, потрясающе. Внук рассказал, Казаряну приходилось работать в специальной маске, чтобы не вдохнуть мельчайшие детали. Даже от замаха ресни с работы, кропотливо создаваемой долгими месяцами, могла разлететься. Творил рано утром и в тот момент, когда уже все спали. Теперь его работу могут увидеть, заглянув в микроскоп. Татьяна Пудова, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии. Семерым одним ударом в Самару приехали лучшие каратисты России на чемпионат по каратэка Кио Кучинкай. Этот вид считается одним из самых жестких. Всероссийский турнир «Самарский мастер» уже стал традиционным. Он проходит в четвертый раз. О том, как учатся преодолевать любые преграды, даже из бетона и дерева, расскажет Екатерина Зименчук. Спорт, где сила удара, зависит от силы воли. Говорят, чтобы добиваться успехов, каждый день приходится бросать вызов своим возможностям. Сегодня на ковер с именитыми спортсменами выходят даже начинающие каратисты. На соревнования приехали около 50 спортсменов со всех уголков России. Теперь понятно, одна выиграть. Выиграть можно по-разному. Но стараемся варьировать, искать что-то новое, пробовать, искать. Трудимся. В первую очередь самое важное – это мастерство. Затем те, кто учатся подниматься выше, понимают, как тренировать других людей. Ну и третье – это одно из важнейших. Здесь люди выполняют форматив мастера спорта. Если человек в спорте, учит детей, это очень важный момент, потому что это звание пожизненное. За мастерами наблюдают и те, кому удары пока удаются не все. В карате отдают с 3-4 лет. И мотивы у начинающих бойцов не по-детски серьезные. Когда в школе завели в туалет и начали избивать. А теперь такого не бывает. Демонстрируют мастерство не только в соревновательных поединках, но и в показательных. На сцене любимой зрителями Тамишивари – разбивание предметов. Считается, что эта часть – одна из самых зрелищных и самых сложных в карате. Для того, чтобы научиться разбивать доски толщиной в 2,5 см, у спортсменов уходит не один месяц тренировок. При этом готовиться к таким испытаниям нужно не только физически, но и духовно. Большую роль здесь играет моральное состояние спортсмена. Кубок или звание мастера спорта – для каждого приз свой. Спортсмены говорят, для них главная победа – очередной шаг на пути к совершенству. Екатерина Деменчук, Олег Айдаров, Новости губернии. Самарская область примет эстафету Олимпийского огня зимних Олимпийских игр в Сочи. Сегодня на пресс-конференции в Минспорту рассказали о том, как будет проходить самая масштабная в истории эстафета. Ее маршрут пройдет через всю страну. Огонь преодолеет более 65 тысяч километров. Нести его будут 14 тысяч человек. В начале следующего года начнут собирать заявки от тех, кто хотел бы нести факел. Условия только одно – кандидат должен быть старше 14 лет. Эстафета продлится 123 дня. В 63-м регионе она пройдет через Сызрань, Тольятти и завершится масштабным праздником в Самаре. Получится так, что 90% населения России будут в часовой доступности от места проведения этой эстафеты Олимпийского огня. Если не у всех получится приехать в Сочи, посмотреть и поболеть за наших, то посмотреть эстафету Олимпийского огня, как несут факел известные люди, будет у всех. На этом у нас все новости. До свидания. Погода на Средней Волге определит холодный атмосферный фронт. Температура воздуха в регионе 10-15 градусов тепла. Переменная облачность без существенных осадков. Ветер южный 6-11 метров в секунду. На севере области плюс 14-15, в западной части региона 14-16 градусов выше нуля, на востоке плюс 16-17, на юге 15-16 градусов тепла. В Самаре температура ночью плюс 4-6, ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. Днем в Самаре и Тольятти 15-16 градусов выше нуля. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова